здравствуйте рады приветствовать вас на нашем канале мы находимся в таганском районе трех верстах от москвы точнее в двух это абсолютная правда меньше километра отсюда находится верстовой столб который был установлен в 1783 году а где написано от москвы три версты он стоит прям рядом с метро площади лича меньше километра отсюда ну вот и добрались а перед нами спас андронников монастырь один из старейших москве он был основан в 1357 году и назван в честь первого настоятеля андроника который был учеником сергия радужского удалось установить что последняя работа рублева это роспись спасского собора в андронниковом монастыре где мы как раз сейчас и находимся здесь он принял монашеский постриг и здесь же был похоронен его могила утрачена но принято считать что она находится под полами спасского собора монастырь закрыли в 1918 году в настоящее время собор действующий в этом году музей имени рублева отмечает свое 75-летие основатели музея по крупицам собирали утварь иконы из заброшенных и закрытых советское время храмов а сейчас музей более 20 тысяч экспонатов больше их счастья это иконы датируемых двенадцатых и по настоящее время перед нами образ спасов вседержителя 13 век и спас нерукотворные 14 века как раз участок музея заняты у вас подвалится который также удивлен и как сказать находятся в возмущении поражают болезни эпидемии и так далее и вот подходит к концу земной и а и и и и и и Это будет весело Аккумулятор липтик не есть. Спасной, в сумке там, в дизу. А-а-а. Слышно? Аккумулятор липтик не есть. Аккумулятор липтик не есть. Большинство исторических источников указывают на то, что первоначально обитель Всемилостивого Спаса, основанная святым благоверным князем Даниилом Московским, находилась там, где расположен Данилов монастырь. А, кстати, Данилов монастырь здесь недалеко. Он на той стороне Москва-реки, где-то километра четыре, ну, час ходьбы. Великий князь московский Иван Клита в 1330 году перевел ее в Кремль, на Боровицкий холм. На Крутистском холме, где он и сейчас находится, монастырь основался при Иване Третьем, а в 1462-1505 годах. Именно тогда его стали называть снова Спаской. В 13-м веке значительная часть русского населения оказалась в Орденском плену. Для того, чтобы содержать русских в Орде, по инициативе Александра Невского в 1261 году в столице Золотой Орды Сарай-Бату, Астраханская область, была учреждена православная епархия. Впоследствии она получила название Сарская. 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 В 1272 году при сыне Александра Данииле царская епархия основала свое подворье в подмосковных Крутицах. Тогда же был освящен первый Петропавловский храм В 1665 году начато строительство нового каменного здания соборной церкви С двумя престолами Петра и Павла Нижним Зимним и Верхним в честь Успения Богородицы Закончилось строительство в 1689 году И в заключение несколько старых фотографий, которые мы снимали в этих местах давным-давно Продолжение следует... Продолжение следует... Покровский женский монастырь В народе его называют Монастырь Святой Матроны Основан в 1635 году Предупреждаю, что фотографировать, снимать ничего не получится Монастырь строгий, но находится рядом И всю эту красоту можно посетить за один день Ну вот и закончилась наша небольшая пробежка Надеюсь, она вам понравилась Ставьте лайки, дергайте за колокольчики А всего вам самого доброго Увидимся, до новых встреч!